Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працу Натальи Гнатенко, глядите у гэтым выпуску. Старшиня Гомельского городского выканавчего комитета Петр Кирыченко представил на сессии Гарсовета спровоздачу обработки гарвы Канкама у минулым годе. У совести с морозами у регионе узмацнили контроль наглядальные комиссии. Жехар Светлогорского района допомог правоохонникам раскрыть крадеж. Сегодня означается Международный день стоматолога, а зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Старшиня Гомельского городского выканавчего комитета Петр Кирыченко сегодня представил на сессии Гарсовета спровоздачу обработки гарвы Канкама у минулым годе. Не глядячи на усе складанности экономичного характеру, невыкананым застался только один из семи доведенных показчиков. Темп росту розничного товара обороту склау 97% да узровню 2015 года. Тем не менш гэта лепши выникся род областных центров. Гомельские предприемства выпустили продукцию на агульную сумму у 4 миллиарды 800 миллионов рублёв. Списк краин гандлёвых партнёров повеличился с 88% до 97%. Гомельские товары з'явилися у Камеруне, Кот-Дзевуары, Ливии, Черногоры и Кубе. Середняя зарплата по Гомеле склала маль 690 рублёв. Особливая увага у минулым годе надавалась развитию социальной сферы. Значные поспехи, например, досягнуты у медицине. У дальнейших планах протяг информатизации этой сферы. Минулой ночью по исходе Гомельской области установлены новый температурный рекорд за гэтую зиму. Самая низкая ночная температура зафиксована у Василевича Хречицкого района – минус 25 градусов. У Гомеле слупок термометра крыху не дотягнул до отзнаки у минус 23. Як гомельчане переносят черговое похолоданье и калей придзевя сна, высветляла Настасья Кучинская. Индивидуальный предпринимальник Оксана Степаненко на свежем поветре працует уже два годы. Ей тяжко напужать любыми умовами на дворе. У морозы под верхним оденем я шею некольки пласту одежи. У сумцы термос гараж и горбатый. Однако всё летний холодов, ни я на ней, ни я коллеги часом не вытримливают. Вчера, допустим, я не была на работе. Ну, там, на той неделе тоже. Ну, или, допустим, на три часа даже каких-то выходим. Хотя бы к концу, когда уже люди после работы идут. У супрационников ДПС у холоды работы на дворот больше. Автомобили часто не вытримливают морозу. Приходится ротовать и технику, и я е у ладальников. Помогаем иногда подтолкнуть, иногда там до заправки надо будет дотянуть автомобиль. Вот эти дни и пару недель назад тогда это часто было. У целом на работу служба, у яких забеспечивают житядейность города, морозная на двор и уплыву не оказала. Шаго не скажешь про людей. На этом тыдне у городскую больницу за обморожениями звернулися три человеки. Усяго за эту зиму таких потерпелых было 43. Трое пациентов находятся на лечении в ожоговом отделении. Из них двое прооперированы. Это пациент с глубокими отморожениями. Одному пациенту ампутированы пальцы на одно и стоп. Второму пациенту ампутированы ноги на уровне голени. Более часто оказываются поражеными при воздействии низких температур люди из низких социальных слоев, злоупотребляющие спиртными напитками. Кроме того, чувствительным холодовым травмам оказываются дети, старики, люди с хроническими заболеваниями. Синоптики кажут, все летние холоды не надзвучайны. Ешь, чем пораунать. У лютым 1970-го года, например, зафиксовали температуру минус 36 градусов. А все летние надворы характерны для наших широт. Просто по передней зимы были занята теплыми, и гамельшане адвыкли от морозов. Тым часом циклон Эрыка, який принес похолодание, уже отступая. У гэтый выходные синоптики прогнозуют от 3 до 8 градусов морозу в день и до 12 в ночи. Тым, кто чакает весну, прогнозы метаэролога унес падабаются. Худка, и она не придя. Люты в этом году вельми изменливые, и, худшей за все, это было неопошное похолодание. Настасья Кучинская, Яуген Макеенко, отель, радиоакампания Гомель. У связи с морозами у регионе узмознены контроль наглядальных комиссий за станом пячного оттепления и выполнением правилов супраць пожарной безопасности. На особливом контроле домовладание пенсионеров. Одинокие и состарелые люди на первом месте у группе Рызыки. Смотрите внимательно. У вас вот тут разваливается уже печь. Видите? Это я девочка. Это же я дрова так клала, дровы толстые, зацепила, и оно все вывалилось. Попереджение надзвычайных ситуаций приоритетны на керунок деятельности субъектов профилактики. У холодный час года он набывает еще большую актуальность. У морозные дни колькасть пожара у среднем повеличивается удвоя. Назиральные комиссии не только звертают увагу на порушения, а и усталевываются в домах маломайомной категории насельництва оповещальники. Приборы реагують как на дым, так и на угарный газ. Перед началом отопительного сезона это нужно делать всем жильцам, прочистить дымоходы, посмотреть печь, штукатурить, побелить. Почему думают, что побелка – это для того, чтобы красиво было? Нет, это для того, чтобы было видно трещина, потому что дым сразу виден, где черненькая, сразу, а значит там трещина, значит надо смотреть и сделать термон данной печи. В случае, если в домовладениях появляется нарушение, а граждане не в состоянии самостоятельно выполнить данные мероприятия или устранить, то нашими службами, а также субъектами профилактики назначаются лица, то есть то же самое Центр социального обслуживания направляет своих работников для того, чтобы оказать помощь, например, наносить дров, опять же с доставкой дров, тех же самых, выполнение каких-либо работ, то есть тот же самый пищной лист или штукатурить печь. Белорусский металлургический завод признан лепшим у республицы у сферы ожитивления экологической деятельности. Подтверждением тому стал диплом переможцы и золотая медаль у номинации «Социально отказанный бренд». Узнагороды предприемства отримало у одним из самых престижных у Беларуси бизнес-конкурсов «Бренд Года». Азначим, что на БМЗ наладжено рациональное обыходжение за отходами вытворчасти. Больше, как 80% их отправляются на дальнейшую перепрацовку, а маль 15% выкорыстовывается повторно. Открытый диалог с працующей молоддю пройшел сегодня на Коминтерне. На питание молодых специалистов отказали керовники предприемства, простовники БРСМ и органов улады. Агульная тема гутарки – поддержка молоддю как залог поспехового развития краины. Замансование молодых кадров на первых працующих местах, заработная плата, макчимость карьерного росту, будовничество жилья. Отказы на свои питания отримали около 40 человек. Нагадаем, проект «Открытый диалог» является широкой дискуссийной пляцовкой, якая дала макчимость молодзи уздымать актуальные проблемы и задавать хвалючие питания представникам органов улады, политикам, предпринимальникам и громадским деячам. За утро открытый диалог пройден на базе свободной экономичной зоны Гомель-Ратун. Удельниками состречи станут молодые ученые, выкладчики ВНУ, аспиранты и студенты. Цель открытого диалога – чтобы он был действительно открытый, чтобы он помогал сегодня участникам, нашим людям, не где-то на кухнях или на форумах писать вот эти комментарии, догадываться о чем-то, предполагать, а чтобы получать непосредственно квалифицированные, грамотные решения, ответы, становясь где-то более осведомленней. И с другой стороны, спикеры, руководители, они же тоже, общаясь, видят, о чем сегодня спрашивают население. Соответственно, вот это является определенными, в том числе, индикаторами для дальнейшей работы, на что нужно обратить большее внимание. Рейтинг специальностей для навучения беспрационных в 2016 году означалили оператор котельник, предприниматель и продавец. Пиролик специальностей актуализуется с уликом потребностей в рынке працы. Усяго служба занятости Беларуси в минулым годе накировала на профессиональную подрыхтовку и переподрыхтовку, каля 11 тысяч человек. При этом, больше за все подобных макчимастей продоставлено у Гомельской области Амаль-2000. Кожный третий курсант накированы на прав научанне по заявках наймальников с гарантой дальнейшего працы уладкованья. Тым часам же хары регионы, якие плануются открыть уласный бизнес, мают макчимасть пройти занятки у стартап-школе. Напереда дни перша сустреча отбылася у Беларусской мгандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Як выбрать перспективную бизнес-идею? Кольки сродков необходимы для старта? И каким чином проверить надеянность партнера? Гэта только некоторые темы, якие обмерковываются на занятках. Стартап-школа – новый некомерсийный проект. Его мета – да помогчих амельчанам реализовать их креативные бизнес-идеи. Занятки будут проводить вядомые бизнесмены. На своих прикладах яны расскажут, як починать уласную справу, пазбегнуть помылок и досягнуть поспеху. Сирода организатора у школы – Центр бизнес-эдукации Беларусского гандлево-экономичного университета и громадское объединение товариства садзейничанья инновацийному бизнесу. Современная молодежь как раз очень инновационно мыслящая. Они понимают, что для них очень важно какую-то генерировать новую идею для того, чтобы придать ей затем прикладной характер и реализовать свою идею в своем будущем бизнесе. Стартап-школе, по сути, могут принимать участие любые желающие. Это могут быть как студенты любого из университета. Это могут быть как люди, которые работают по найму, но хотят, например, открыть свое дело. Это могут быть так уже и те, кто только-только начал, уже запустил свой бизнес и хочет перебрести дополнительные практические инструменты к его реализации. Жихар Светлагорска допомог правоохонникам затримать злочинцу. За громадянскую свядомость сегодня ее натримал подяку от управления Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Криминальная история отбылася каля месяца тому. Поколь же Харка рабочого поселка Сосновый Бор находилася на праце у райцентры, з ее квартиры зникло золотое кальцо. Это была семейная реликвия, которую женщине передала ее мать. В момент крадежа у квартиры находился сын потерпелый разом со своей сябровкой и ее батьком. Поколь никто не бачил, мужчина присвоил чужую майомость. Адразу после этого у Светлагорска он поспробовал продать свою знаходку на чехуночном вокзале за 100 рублев. Увы, нику кальцо за 40 рублев набыл мясцовый же Хар. Прозник Алькедзен на одном из информационных порталов, он убачил поведомление об пропаже. Калец разумел, что его новая покупка полностью отповедает описанию, пройшел до права хоуникау. Стоит отметить его гражданскую позицию, его гражданское мужество о том, что понимая, что компенсации денежной за приобретение похищенного имущества ему никто выплачивать не будет, законодательно это не предусмотрено. Он нашел в себе силы и сознательность явиться в органы уголовного преследования и передать его следствию. Протягиваем выпуск. На наступном тыдне, 15 лютого, будет значаться 28-е годовина вывода советских войсков из Афганистана. Мероприемства, присвеченные этой памятной дате, распочнутся 13-го и 14 лютого. Пройдутся встречи и приемы у дельников военных подей, семья у загинувших. У вечера у авторок, у городским центры культуры выступит российский ансамбль «Блакитные береты». День 15 лютого открыться областной поминальной акцией за пались вечку памяти. У 11 годин у соборы святых Петра и Паула отбудется паминальная служба у памяти об загинувших при выконании интернационального долгу земляках. У 12 годин у храме Иверской иконы Пожай Мати пройдет панихида, а про сгодину будут складены кветки до мемориала у Любинском микрорайоне. Там же отбудется митинг. Даречи про памятные мероприемства, а так самодейность Гомельской областной организации Беларусского союза ветеранов войны у Афганистане заутра поди размова у праграмме «Диалог». Гостем студы станет старшиня организации Михаил Жукевич. Задать свои пытанье глядачы могут по номеру телефона промога эфира у Гомели 77 68 45. Глядите «Диалог» на телеканале «Беларусь 4» заутра у 19.01.50. Сегодня означается «Международный день стоматолога». В нашем регионе он является профессийным святом для больше тысячи человек. Гомельские специалисты сегодня обладают практически всеми сучастными технологиями лечения и протезования. Узровень якости стоматологичной допомоги в наших клиниках притягивает пациентов с близких и даже далеких замежа. Сама профессия с каждым годом отримливает все большую популярность. И на сегодня кадровых пробелов в регионе нет. Позвольте мне от имени моего коллектива, старейшего коллектива области республики поздравить всю стоматологическую общественность замечательным праздником, Международным днем стоматолога. Всем вам большого здоровья, материального и морального благополучия. Вам и вашим семьям процветания и прогресса. Выстава под названием «Паперовые отсуды» открылась у областных центров народной творчества. У экспозиции работы у техницы вытянанка, маэстро снароли Юлии Каурус и выхованца у Гомельского палаца творчества «Дятей и молоди». Вытянанка – один из осторожительных видов мастерства. Самый простый узор – паперовые снежинки. Але на выставе представлены больш складанные работы, а особные створались си месяцами. С простой паперы с обычайными ножницами Юлия Каурус выразая неверогодные ажурные выробы. У них знайшли для устравания самые розные сюжеты – природа, мифология, архитектура и история. При этом белорусские вытянанцы традиционно переважают простые формы и стреманность у фарбах. ГТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте, у интернете. По адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам самого доброго и до новых встреч в эфире.